Итак, принципы правильного питания. Я хочу сказать о двух уровнях. Есть идеальный уровень, я пользуюсь этим, это интуитивное питание. Когда мы прислушиваемся к тому, что, когда, чего хотим, прямо концентрируемся на ощущениях голода, насыщения, и все у нас в порядке. Но прежде чем добраться до этого, необходимо во многих случаях выстроить вначале просто адекватное питание. Адекватное питание, которое мы сегодня разберем. Итак, правильное питание – это то, что мы понимаем интеллектуально, что вот это правильно, условно говоря, или вот так лучше, так полезней. А вот так не совсем полезно или не совсем правильно, не совсем оптимально. То есть то, что мы можем запланировать из головы и сделать без особых усилий. Сегодня мы не разбираем, как справиться с эмоциональными позывами к еде, как быть, когда еда – это культурное давление, внешнее давление, когда есть какие-то глубокие психологические причины. Сегодня только вот про биологию. Итак, правильное питание. Какие принципы правильного питания есть? Вначале мы перечислим, а потом по каждому принципу я пройдусь. И да, регламент вначале я, наверное, минут 20, ну, может быть, 30. Потом отвечу на ваши вопросы. Итак, принципы правильного питания. Первый принцип – это регулярность. Регулярность. Я помню какой-то мультик, по-моему, следствие введут колобки, но я могу напутать. И там был главный, один из главных антигероев – крокодил. И в конце мультика этого крокодила переманивают к себе на сторону добра. И он спрашивает, ну, а кормить-то будут? И ему говорят, да, завтрак, второй завтрак, обед, полдник и ужин. И крокодил такой, пять раз, о, ну, типа, все, тогда я иду к вам. Да, вот этот момент, он иллюстрирует принцип регулярного питания. Потому что одна из типовых ошибок, из-за которой люди переедают, из-за которой люди сталкиваются с разными сложностями, какая? Это накопление голода. Накопление голода идет из-за того, что есть большие паузы между едой. Люди морят себя голодом, потом переедают, едят не то, что надо, расстраиваются, включаются эмоциональные циклы. Об этом не сегодня. Ну, вот просто регулярное питание, более-менее регулярное. Это означает несколько раз в день, а сколько, я скажу чуть позже. Есть превосходный план, я сегодня объясню. То есть, несколько раз в день. Это позволяет, вот даже если вы при всех прочих условиях едите, там, не очень, иногда некачественную еду, то разбить это на несколько порций в день лучше, чем съедать все за одним заходом. Потому что тогда еды будет больше, она будет еще менее упорядочена и менее полезна. То есть, регулярное питание, вот это самое важное. И у взрослого человека, что такое регулярное, как часто? Тут, конечно, нет такой прямой рекомендации, что каждые 2,5 часа и 47 секунд надо есть. Здесь вот, да. Но в среднем у взрослого человека пищеварительный цикл, когда наша пищеварительная трубка должна получить порцию еды, когда она должна пойти, это раз в 3-4 часа. Вот это такой нормальный ритм. Раз в 3-4 часа. У детей, конечно, ритм может быть быстрее, да. Но по мере того, как мы вырастаем, мы приходим к этому ритму. В целом, если питание более-менее адекватное. Если мы едим сытную еду, мы можем так наесться, что потом не хочется и 4-5 часов. Это нормально. Этот цикл может быть короче, если мы едим не сытную еду какую-то. Я про это тоже скажу. Вот. Но в среднем раз в 3-4 часа. Такой условный ориентир. Он зависит от того, что вы съели, какая у вас нагрузка, какое у вас состояние пищеварительной трубки. Но в целом. Вот так. То есть регулярно, несколько раз в день. Вспоминаете мультик, да? Пять раз. Вот это такой хороший ориентир. Так. Это первое. Второе. Второе. Еще один момент. Я периодически с этим сталкиваюсь. И клиенты мне рассказывают об этом. Что что-то съел или съела и как будто бы не почувствовала то ли было, то ли нет. Как только я выясняю, что происходило в это время, выясняется, что еда, смартфон или телевизор, или разговоры. Так вот еще один важный момент. Если мы хотим более-менее адекватно питаться, то очень хорошо, когда наше внимание на еде. То есть еда, по-хорошему, это должна быть такая концентрированное действие, как говорил Будда. Все, что вы делаете, может быть медитацией. То есть еда, это медитация, это внимание на то, что, как происходит, сколько удовольствия вы получаете здесь, здесь, на уровне запахов, на уровне вкусов, здесь, когда еда идет, здесь, на уровне желудка, как она там лежит потом. Но, да, как только наше внимание переключается вовне, мы знаем, что с точки зрения эволюции очень важно услышать, заметить опасность как можно дальше от себя. Как только наше внимание вовне, так все, мы, конечно же, какие-то моменты пропускаем. Вот эти тонкие сигналы изнутри мы выпускаем и сталкиваемся с разными неприятностями. Поэтому второй важный принцип – еда – это еда. Иногда клиенты говорят, ну, Сергей Владимирович, ну, вы знаете, ну, это же так здорово, там, под фильм, чипсики, пельмешки. И я частенько отвечаю, ну, сексом-то занимаетесь? Взрослые люди говорят, ну, да, бывает, да, у кого как. Я говорю, ну, и как, представьте, вы занимаетесь сексом и похрустываете чипсиками с удовольствием, чтобы совместить два в одном. Ну, обычно клиенты смеются и говорят, ну, что вы, Сергей Владимирович, о чем вы говорите? Я говорю, ну, примерно то же самое, когда вы разделяете потоки внимания, вы упускаете вот эти моменты с едой. Поэтому пусть еда будет едой. Вот это второй важный момент. Все отвлекающие факторы лучше убрать, разделить. Тогда и удовольствие больше, и насыщение тоже больше от меньших порций еды в целом. Ну, то есть, вот второй важный принцип. Концентрация на еде. И следующий важный момент. Конечно же, еда должна быть сытной. Это вот такое большое слово, то есть, она позволяет получить удовольствие, насыщение на какое-то время. Но, сытность еды, в свою очередь, состоит из нескольких подпунктов. Вот про это я сейчас расскажу. Первый подпункт – это твердость или плотность еды. Да, плотность еды. Второй подпункт – это вкус. И третий подпункт важный – это состав. Это состав еды, потому что того, что как мы едим, зависит наше насыщение. Давайте начнем с твердости. Первый общий принцип, что твердая, плотная еда дает в целом лучшее насыщение. Лучшее насыщение более долгое. Это не значит, что нельзя есть, например, манную кашу, нельзя есть какой-нибудь йогурт. Нет, конечно. Мы сегодня вообще не говорим в таких категориях, что можно, что нельзя. Но, надо понимать, что если мы едим какую-то не особенно плотную еду, например, творог со сметаной – хорошая еда? Хорошая, да. Полезная? Полезная, да. Сытная? Ну, да. Но не настолько долго сытость, как правило, будет, или, допустим, та же манная каша на молоке, чем если бы мы съели какую-нибудь гречку с мясом, с морковкой. Почему? Потому что неплотная еда, такая нетвердая, она быстрее уходит из желудка. И мы помним, что у насыщения есть два компонента. У насыщения есть два компонента. Есть и механика, есть и химия. То есть, когда еда поступает в желудок, соприкасается с его стенками, рецепторы, датчики желудка получают вот эту информацию, что вообще что-то есть. Это первая часть для насыщения. Вторая часть для насыщения – это химическая информация. Когда еда уже пошла в тонкую кишку, когда пищеварительные ферменты разрезают, ее делят на части, когда концентрация в крови питательных веществ становится больше. Прежде всего, это глюкоза, это аминокислоты, это жирные кислоты простые. Вот это второй компонент насыщения. Так вот, когда еда неплотная, она быстрее уходит из желудка, и механического компонента нет. То есть, да, вроде бы мы получили все, но ее через некоторое время нет, и голод наступает быстрее. Вот простой механизм. Я частенько рассказываю эту историю про моего коллегу Сергея Дремова. Мы с ним достаточно долго работали, и в Томске работали, и потом мы работали и в Самаре, и в Саратове немножко. Нет, в Тольятти. Он как-то рассказывал историю своего детства. Говорит, вот я утром перед школой завтракал, и мама кормила манной кашей. Он говорит, я помню какое-то ощущение такое, что что-то не так, как будто меня обманули, что ли. Поел утром манную кашу, две тарелки съел, пока до школы дошел, опять проголодался. Я уже, говорит, сижу, к концу первого урока опять есть хочу. Хотя вроде бы поел нормально так, и встал из-за стола сытый. В чем вопрос здесь? Просто еда неплотная. Вот и все. То есть этот фактор нужно учитывать. Что если вы едите неплотную еду, сытость будет, как правило, короче в среднем. Вот. Тогда сразу практическая рекомендация. Допустим, если я ем творог со сметаной, например, или тоже манную кашу, что еще добавить, чтобы сытость была подольше? Ну, что-то более твердое. Кусочек хлеба с теми же пищевыми волокнами. Отрубной хлеб, например. Или, может быть, немножко салата, или какой-нибудь овощ вы добавляете к этому. Все. Клетчатка есть, твердость есть, насыщение более долгое. Вот. То есть плотность еды имеет значение. Следующий важный компонент. Еда дает насыщение не только за счет плотности, объема, не только за счет консистенции. Но и еще. Но еще что важно. Еще важно. Мы получаем удовольствие от еды, и вкусы, которые мы получаем, тоже дают какой-то оттенок насыщения. Я часто слышу эти истории о том, как человек какое-то время сидел на диете. И особенно на монодиете. Кстати, если среди тех, кто меня слушает, есть такие люди, то напишите, пожалуйста, плюсик в чат, ну или какой-нибудь значок, что когда-нибудь пробовали монодиету. Ну или диету из малого количества компонентов. Знаете, как это обычно бывает. Гречка, куриная грудка, гречка, куриная грудка, гречка, куриная грудка. Без соли, без сахара, чай без сахара, какой-нибудь сверхполезный. Есть такие у нас? Ага. Вот. И чем характеризуется монодиета? Монодиета – это прежде всего очень мало вкусов. Я периодически слышу историю о том, как люди говорят, вот посидела, посидела, поела эту куриную грудку, поела эту куриную грудку. А, куриная грудка – это что? Да? Белок хороший. Но это еда, которая не обладает интенсивным вкусом. Точно так же гречка, точно так же какие-нибудь там простые каши, без всего, особенно без соусов, без чего-то. Да, да, спасибо. Спасибо. И вот муж питался, когда лечил гастрит. Наверняка, если он говорил об этом, что хотел бы чего-нибудь вкусненького. Иногда бывает, что человеку снится вот это, как оно вкусное такое, сладкое, солено-кислое, острое, жгучее. Но нельзя. Так вот, одна из проблем людей, которые находятся на монодиетах, какая? Это то, что не хватает вкусов. Еда такая пресная. Я помню, одна из таких самых ярких историй, в последние несколько лет, одна из моих клиентов рассказывала, она говорит, знаете, вот, да, я сидела на монодиете, совсем его нет, да, она же еще без солевая, да, вот, действительно, нет вкуса. И она говорит, сидела-сидела, и к концу недели, говорит, я закрываю глаза, у меня в холодильнике, как она говорит, стоит банка с маринованными помидорами и перцем. Это делала моя мама, и она делает так, это сладко-кисло-солено и с перцем, с огоньком, не очень остро, но немножко остро. Говорит, такой замечательный вкус. И вот я всю неделю думаю про эти помидоры и перцы. Я, говорит, закрываю глаза к концу недели, у меня эта банка прямо перед глазами торчит. И что вы думаете? Говорит, через пять или шесть дней я плюю на это, первым делом я кидаюсь к холодильнику, открываю эту банку и ем, и ем, и ем. Говорит, почти всю банку съела, потом успокоилась. То есть вот классический пример. Нету вкусов, а у нас есть рецепторы на вкусы, хотя бы на четыре основных, на кислое, на сладкое, на горькое, на соленое. Рецепторы, это датчики, которые находятся на языке. Они должны получать свою порцию возбуждения. Если этой порции нет, если этого потока информации нет, да, вкусно рассказал. Я тоже, когда я слушал, но я понимаю вот суть, в чем ее мучения были. Если этого возбуждения нет, рецепторов, у нас накапливается неудовольствие. Накапливается вот это неудовольствие, и хочется, хочется чего-то вкусного, там, только из-за того, что был дефицит вкуса. Поэтому, правильное питание, правильное питание подразумевает, что еда у нас не пресная. невозможно достаточно долго питаться более-менее адекватно и есть при этом невкусно. Да, вот знаете, этих историй про диеты, про всякие переедания, про срывы, про недоедание, их очень-очень много. Ну, вот одна из них, вот эта банка, которая перед глазами. Дефицит вкуса. Поэтому, что важно? Важно, чтобы еда была вкусной. Еда может быть достаточно хорошей, качественной и вкусной при этом. Она должна быть такой, иначе вы, ну, у вас у каждого, у каждого будет своя какая-то банка, там, у кого с огурцами, у кого с чем. Но, четыре вкуса в еде должны быть. У меня где-то есть видео на ютубе, я говорю про эти четыре вкуса, один из принципов питания. Ну, очень коротко, мы возьмем классическую еду, допустим, классический европейский обед. Что там? Аперитив, салат, первое блюдо, второе блюдо, ну, и потом какой-то десерт, ну, и компот. Аперитив, это горькое, если крепкий напиток, или кисло-сладкое, если это вино. Дальше, салат, немножко соли, немножко сладости, немножко кислоты, но зависит от того, что там в салате есть, а может быть еще острота и горечь. Блюдо, да, первое блюдо, как правило, оно не такое выраженное по вкусу, но мы всегда его и добавляем соль, как правило, и добавляем перец, ну, вот я точно перец добавляю во все жидкие блюда, то есть, опять, два вкуса есть. Второе блюдо, да, это какой-то белок и гарнир, опять же, там немножко кислого, может быть, немножко сладкого, или и того, и другого, и какой-то соус, опять много вкусов. Десерт, опять сладость. То есть, во время классического обеда мы проходим по этим вкусам неоднократно, поэтому обед в том числе и такая плотная еда и насыщающая еда, и она дает удовольствие по вкусам. Вот. То есть, еда должна быть вкусной, хотя бы четыре вкуса, хотя бы один раз в течение дня, ну, или несколько раз в течение дня. Я про это еще скажу. Невозможно на невкусной еде сидеть хоть сколько-нибудь приличное время. то есть, вкусы. И последний пункт сытной еды это состав. Это состав. Да. Вот здесь я раньше рассказывал про углеводы, белки. Да. Сейчас я рассказываю примерно про то же самое, но есть еще более такой четкий план и мне кажется, там особенно с кальций содержащими продуктами это вот та компонента, которой раньше не хватало. План марша херен. План марша херен. Как наладить нормальное питание. Кстати, она точно так же говорит, там у нее правило три плюс три. Ну, или три плюс два. То есть, три основных приема еды. Это наши классические завтрак, обед, ужин. И три перекуса, да, три перекуса. Ну, может быть, два. То есть, второй завтрак, полдник, а может быть, поужин еще. То есть, это то, что после ужина. Впервые я это слово услышал в Иркутской области. Там говорят поужин. То есть, это такая еда после ужина. запись эфира. Ну, возможно, да, я думаю, что должна получиться. Итак, на основные приемы еды. Какая еда подразумевается? Что должно быть? Ну, так или по-хорошему, если это есть, то более-менее адекватное, хорошее насыщение. План марша херен. Там все вот просто и прозрачно. Вначале по категориям я перечислю, потом мы каждую категорию немножко разберем. В основной прием пищи там есть несколько компонентов. Что на завтрак, что на обед, что на ужин. Подразумевается, что будет кальций, содержащий продукт, будет сложный углевод, будет фрукт или овощ, источник клетчатки, будет белок, жир и еда для вкуса или для удовольствия. Вот шесть компонентов. Причем на завтрак белок, жир, еда для удовольствия или для вкуса. Это такая опция. Может быть, может не быть. А вот на обед, на ужин прямо считается должно быть. То есть должно быть. И если мы ориентируемся на это, то, как правило, мы получаем более-менее такую адекватную еду. Да, но что же такое кальций, содержащая еда, сложные углеводы и так далее? Вот это мы сейчас разберем. Очень просто. Кальций, содержащая еда, это. Это. Это, прежде всего, молочная продукция и или кисломолочная продукция. То есть и молоко, творог, и сметана, и йогурты какие-то, и сыр. И еще один вариант, это вот этот тофу, соевый творог. Это тоже считается хорошим кальций, содержащим продуктом. Видимо, вот именно этот аспект, что кальций в органических соединениях, он добавляет что-то к биохимии и дает хорошее насыщение. Это тоже нужно для питания. То есть мы с этого начинаем, или оно как-то включается там в каждый прием пищи. Хотя бы немножко. Сложный углевод. Что такое сложный углевод? Сложный углевод, ну, это крупы, овощи, хлебобулочные изделия, все, что печется из муки. Это кукуруза, это хлопья, те же самые мюсли, например. Те же самые мюсли. И, кстати, мюсли достаточно хорошая еда. Намного в себе всего содержит там и хлопья, то есть сложный углевод. Там же есть вот эти кусочки фруктов сушеные. Это вот второй компонент фруктов, овощей. Вернее, третий компонент, о котором я сейчас скажу. Вот. И мюсли в том числе может быть вкус, продуктом для вкуса, потому что там есть хотя бы сладости немножко. То есть сложный углевод, крупы, хлеб. Кстати, картофель относится сюда, к этой категории по марш-херен. Мы его относим не к овощам, а к сложным углеводам. Картофель или кукуруза. Источник, третий, третий компонент. Источник клетчатки. Это овощ и или фрукт, что-то. свежий в виде салата или вы просто так грызете лист капусты или может быть это какой-то тушеный или консервированный. Не важно. Хотя бы немножко. Как это на практике бывает. Допустим, завтрак. когда мы едим какую-нибудь кашу и там, например, амалиат или яичницу с кусочками той же ветчины и плюс еще бутербродик, кусок хлеба, масло, сыр и сверху немножко помидоров или огурцов, немножко этой зелени. Вот вам, пожалуйста, набор. Все там есть, что надо. Хорошая, сытная, вкусная еда и надолго хватит. То есть, третий компонент это источник клетчатки. Фрукты, овощи. Дальше. Дальше. Белок. Мы помним, что на завтрак белок это опция. Ну, хочешь ешь, хочешь не ешь, но на обед, на ужин должно быть. Что такое белок? Прежде всего, белок содержит такие животные продукты, животного происхождения, как мясо, его разные-разные виды, рыба, яйца, икра. Икра, конечно же, рыбная икра, да? Хороший продукт, рекомендую всем. Очень сытный. И я помню лекцию по биохимии, еще на втором курсе, я помню лекцию по биохимии, там есть запасной путь синтеза нуклеиновых кислот. А когда интенсивно требуются нуклеиновые кислоты? Когда человек выздоравливает при болезни и или после ран каких-то. Помнили, которая нам говорила, что, ребята, вот, икра, красная, черная, конечно же, красная сорта рыбы и мясо молодого барашка, он говорит, вот, там много этих источников, этих пуриновых, пирамидиновых оснований, это то, из чего строится нуклеиновый кислот. Он говорит, вот этим надо кормить раненых. Ну да, и выздоравливающих тоже. Икра это все морепродукты, ну и всякая экзотика, вроде там, кстати, в Азии едят членистоногих, всяких насекомых и так далее. Из растительных продуктов, которые содержат много белка и он достаточно полноценный, это бобовые. То есть, соя, горох, фасоль, да. Я вспоминаю сейчас произведение Джека Лондона. Ну, если кто-то из вас читал, вот эти книги про мужественных людей, которые осваивали север, которые сквозь пургу, сквозь снег прилик своей мечте, взрывали землю, добывали золото, там, сражались с индейцами, с медведями, друг с другом. Что они ели? Их питание. Бекон и бобы. Бекон и бобы. Так прямо и пишут про питание золотоискателей. Бекон и белок, и жир, и бобы. Тоже белок, только в другой форме. Ну, достаточно сытная еда. По крайней мере, в тех условиях золотоискатели на этой еде могли держаться. То есть, мясо, рыба, яйца, икра и бобовые. Вот это источник белка. Следующий компонент. Следующий компонент это жир. Опять мы помним, что на завтрак жир так по умолчанию, либо да, либо нет, как хочешь, но на обед, на ужин жир прямо должен быть. Что у нас содержит жир? Жир, кроме того, что это сливочное масло, растительное масло, еще есть, и по марш-херен можно это использовать в качестве источника жира. Это орехи, оливки, авокадо, ну, оливки, да, из того, что у нас распространено. Вот. Дальше. Ну, понятно, что это жирные сорта мяса, бекон, это мороженое, может быть, потому что мороженого много жира, да. Вот. Это желток яиц, это чипсы, и выпечка, которая на масле. Выпечка, которая на масле. Так, на вопросы я отвечу чуть позже, хорошо, что вы написали, но вначале я закончу эту часть, потом расскажу про все. Вот. Выпечка на масле. Вот те же самые наши любимые беляши, или я помню в этом, в Самаре мы с Сергеем перед отправлением, там, знаете, были в киоске, я не знаю, может быть, сейчас есть там хычины в масле, это нечто божественное, ешь, он прям аж горячий такой, тает во рту и очень-очень сытный. Да. То есть, выпечка в масле. Это источник жира. И, кстати, обратите внимание, тоже мороженое может быть продуктом для вкуса, продуктом для удовольствия. Всяк, я про это тоже скажу. То есть, некоторые продукты, виды еды могут быть, сразу могут удовлетворять потребность в разных категориях. Вот, например, тот же бекон и белок, и жир. Или мы возьмем, допустим, сыр, да, это и белок, и содержащий кальций продукт, и источник жира. Как там, одним камнем сразу двух или трех зайцев. Вот. Да, спасибо, спасибо, я вижу эти сердечки, да, они мне очень нравятся. Как пузырьки в аквариуме, да, почему-то я их очень люблю, да. Спасибо, спасибо. То есть, про жиры мы тоже сказали. И еда для удовольствия. Но это все то, что мы по определению называем вкусненьким. Эти печеньки, конфетки, мороженое, какие-нибудь пудинги и так далее, и так далее. Выпечка та же самая, шоколад, тортики. Вот, какая-то порция сюда может быть, может быть, прямо рассчитана, прямо, знаете, запланирована и по маршу херен. В обед и на ужин вот эта еда для вкуса, для удовольствия должна быть. Но прежде всего имеется в виду здесь что-то, что содержит сладкий вкус, но мы помним, что еда для вкуса, для удовольствия может быть другой. Вот это, да, маринованные помидорчики и перцы. Для кого-то это может быть брюшки семги, например, содержат особый вкус или еще что-то. То есть, два раза в день хотя бы. Это прямо нужно планировать. Итак, еще раз, три основных приема пищи. Три основных приема пищи, в которых есть кальций содержащий продукт, есть сложный углевод, есть клетчатка в виде овоща и или фрукта, есть белок, жир, продукт для удовольствия. Шесть компонентов. При этом, при этом три последние компонента на обед, на ужин, они прямо должны быть. На завтрак, ну, как хотите. Белок, ну, или да, или нет, жир, или да, или нет, но скорее всего оно будет само собой. Ну, то же самое касается продукта для удовольствия. И плюс два, а может быть и три перекуса между этими основными приемами пищи. То есть, в качестве перекуса, опять же, может быть порция кисломолочного продукта, например, тот же стакан кефира или йогурт какой-нибудь, или немножко творога со сметаной, или фрукты, или овощи, или немного салата, что-то такое. То есть, три больших приема пищи, три маленьких. То есть, получается у нас шесть раз, да, три плюс три. Вот правило трех. Итак, если вы учитываете вот эти компоненты, понятно, что идеального питания никогда не бывает. Бывает, что чего-то нет, чего-то не хочется, что-то просто не лезет, хотя вроде бы надо, да, мы по-хорошему должны к этому прислушиваться. Но если в целом вот эти компоненты есть, большей частью, так как они подразумеваются, то питание у нас более-менее адекватное. Оно у нас и вкусное, и удовлетворяет нашим требованиям наших рецепторов, и оно сытное, его более-менее хватает надолго, на какое-то время, и оно не особо вредное. Вот так. То есть, прежде чем выстроить вот это, конечно, вершина питания, интуитивное питание вначале, особенно если у вас с едой какие-то проблемы, если там то много, то мало, всякие колебания, следует выстроить нормальное питание. И принципы правильного питания, я еще раз их подчеркну, скажу, это регулярность, это еда, это только еда, то есть, внимание на еду, и, конечно, это сытная еда. А сытная еда это еще подкомпоненты сытной еды. То есть, это вкусы, это твердость или консистенция еды и состав. Вот про это все я уже сказал. Про это все я уже сказал, поэтому теперь вы знаете, теперь вы знаете, можете на это ориентироваться. Теперь давайте я отвечу на вопросы. Теперь давайте я отвечу на вопросы, которые появились. И сейчас, если у вас есть вопросы, пожалуйста, пишите, я тоже буду отвечать. У нас есть немножко времени. Так, вот тут у нас муж питался, когда лечил гастрит. Так, я вкусно рассказываю про соление. Да-да-да. Смешные истории про диеты. Да-да-да-да-да. Да-да. Вот. Вот вопрос. Как вы относитесь к Курбичу? Неважно из чего. Просто интересно вообще мнение. Хочу заменить сладостями. Я не знаю, что такое Урбич или кто это. Если вы расшифруете, что это такое или кто это такой, я первый раз вижу такое наименование. Но раз уж мы заговорили про сладкое, раз уж мы заговорили про сладкое, да, хочу заменить сладостями. Вот. В описании этого эфира было типовые ошибки при планировании рациона. Вот про сладкое я хочу сказать отдельно. Есть такая потрясающая идея, сразу скажу, она невыполнимая. Люди говорят, все, я отказываюсь от сладкого. Как только мы отказываемся от сладкого, первое, что мы получаем, мы получаем вот этот сенсорный дефицит, потому что рецепторы остаются без сладкого. Они должны рецепторы на сладкое свое впечатление получать. То есть вообще нельзя отказаться от сладкого. Второе. Второе. Когда мы ставим себе цель такой, я не ем сладкое, мы не можем ее сформулировать, кроме как, представляя вначале это сладкое. То есть вот эти образы сладкого, что содержит сладкий вкус, есть в поле внимания. И только потом мы должны это как-то от себя отодвинуть, отторгнуть. поэтому если вы говорите, что не будете есть сладкое, вы сами себя подвергаете навязчивому желанию все равно это сладкое поесть. И чем дольше человек это желание откладывает, тем сильнее всего скорее будет срыв. И будет ого-го какой. Поэтому сладкое должно быть. Вот весь вопрос в том, каким оно может быть. Потому что есть, ну, условно, мусорная еда, которую не очень полезно есть. Хотя с точки зрения с точки зрения психотерапии при РПП первое, что нужно сделать, что полезно сделать, это покончить со страхом еды. То есть всю еду можно есть. Другой вопрос, вся ли полезна, всю ли стоит есть всегда и в таких количествах. Но первое, что можно есть все. Так вот, сладкое тоже можно все, но при этом некоторые виды сладкого не очень полезны. Например, классический наш сахар, жженый сахар и так далее, особенно если его много, конечно не самая полезная еда. Но есть другие виды еды, которые обладают сладким вкусом. Например, те же фрукты, там есть сладкий вкус? Есть. Те же сухофрукты, это финики, изюм, может быть мед, они содержат и сладкий вкус, и там больше фруктозы, чем глюкозы, она в целом чуть более полезна для организма. То есть должно быть, да, вопрос в том, чем мы это сладкое восполняем. Вот. Вот такие дела. Так, паста из семян. Это про урбич, да, вы говорите? Урбич это паста из семян? Ага, кунжут, лен и так далее. Как правило, урбич сладковатый. Да, 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 да. То есть мы говорим о том, что, конечно же, сладкое должно быть. Пусть это будет урбич, тем более, если там кунжут, вот этот, лен, это те семена, которые, скорее всего, содержат и клетчатку немножко, и в любом семени есть жир. Да, это, в принципе, полезная еда. Ну, я думаю, что более полезна, чем какие-нибудь, чем какие-нибудь газировки, где много, много-много сахара, много всяких усилителей вкуса, но которые не дают хорошего насыщения, наоборот, возбуждают жажду. Или, например, когда это какая-то, как это, пережженная картошка в виде чипсов, хотя их тоже можно есть, но, опять же, много усилителей вкуса. Лучше так, да. Хорошо. Так, какие еще есть вопросы? Вопросы по питанию. Ну, кстати, пока вы думаете, пишите вопросы, я хочу сказать, что в целом традиционное питание, в целом традиционное питание кухни любого народа мира, в общем-то, подразумевает вот эти все пункты, о которых я говорил. Ну, все или почти все. Ну, то есть, регулярное питание несколько раз в день, да, это набор основных продуктов в каждом приеме пищи, потому что, если мы посмотрим, классический завтрак, обед, ужин, у европейцев, в русской культуре, допустим, в азиатской кухне, все более-менее это там есть, ну, с какими-то особенностями. Вот. Дальше. Хороший вопрос. После прохождения ДБ осталась привычка есть через 3-4 часа, а сейчас вроде тенденция повернулась в сторону отказа от перекусов. Не знаю, никуда не повернулась. Согласно Марше Херин, перекусы нужны. Их надо планировать, особенно, когда вы только-только выстраиваете свою систему питания, потому что, когда, допустим, вы долгое время игнорировали сигналы тела, когда вы долгое время ели там, не то, не тогда, не столько и так далее, чтобы вернуться вот к питанию, к жизни по сигналам от тела, требуется промежуточный период. И там как раз, когда вот есть это четкий ориентир, что да, раз в 3-4 часа ты ешь основное, или хотя бы это перекус, это позволяет не накопить голод, потому что, когда накоплен голод, потом за этим следует очень много еды. И тогда, конечно, вот этот обычный цикл, он еще вовлекает эмоции, что опять сорвался или опять сорвалась, да что же со мной такое, ба-ба-бам. А когда эмоции накапливаются, их нужно опять себе компенсировать чем-то, то есть, чтобы избежать этого порученного круга, да, что лучше я питаюсь запланированно, хотя бы по чуть-чуть, вот в эти промежутки времени, тогда я не коплю голод, а через некоторое время начинаю лучше чувствовать, что происходит. Нет такого сильного голода, я чувствую легкий голод, а он уже избирательный, понимаете. Вот. Чуть больше хочу это или вот это. Поэтому перекусы пусть будут. Наоборот, сейчас мы оставляем, да. По плану марш-херинг, это тот план, который применяется сейчас при лечении людей с РПП, в терапии людей с РПП, три, правило трех, да, три основных приема пищи, три перекуса. Вот, да, хороший вопрос, спасибо. Сухофрукты калорийнее сахара. Опять же, ложка сахара меда, сухофруктов 7 штук, 6-8. На единицу веса, на единицу веса, я думаю, что сухофрукты не калорийнее сахара, потому что сахар это уже концентрат того, что там было, понимаете. Что такое сухофрукт? Сухофрукт, да, это клетчатка, в которой, клетчатка, вот эта сеточка из плохо перевариваемых волокон и остатки глюкозы и фруктозы там, в этой сеточке. Чистый сахар это то, что оттуда вытащено, но вот в концентрат сахар или мед. То есть, с этой точки зрения сухофрукты, сухофрукты дают что? Сухофрукты дают и сладкий вкус, во-вторых, они более долгие. Ну, если мы жуем сухофрукт, его можно достаточно долго там жевать, рассасывать, как карамельку. мы получаем больше впечатлений для рецепторов, потому что, ну, ложку меда раз, мед еще можно рассасывать, да, вот тут эти, ложку сахара в чай разболтали, раз, два, три глотка, все, мы уже выпили, оно пронеслось мимо. То есть, сухофрукты, в принципе, так же, как изюм могут давать, если мы их не проглатываем, а рожевываем, больше ощущений в целом для рецепторов. И плюс, там есть вот этот компонент, пищевые волокна, поэтому сухофрукты здесь, ну, чуть выгоднее, что ли, чуть полезнее. Это не значит, что нельзя мед, нет, но сухофрукты обладает некоторыми преимуществами. Вот, да? Хорошо. Следующий вопрос. Как вы относитесь к интервальному голоданию? Вот, хороший вопрос, да? Про голод, про голод. Вы знаете, наши тела формировались в течение сотен тысяч лет, и мы все эти сотни тысяч лет наши предки сражались с голодом прежде всего. Поэтому, поэтому голоду мы способны противостоять, голоду мы способны противостоять, но любой голод включает генетически заложенные в нас механизмы, если что, оптимизировать расходы. Поэтому тогда, когда у вас есть, скажем так, такое нормальное, более-менее сытное, достаточное питание, иногда сверхдостаточное питание, интервальное голодание, любое голодание в виде периодических жестких диет, стимулирует вот эту способность нашего тела сокращать расходы и что-то откладывать. Поэтому без особых показаний, если нет такой необходимости, я бы не мучил себя, а ну хочется ешь, есть, ну поешь, не хочется есть, ну не надо себя заставлять. Интервальное голодание, вообще как голодание само по себе, может быть уместно в некоторых случаях, когда например вы приболели, не очень хорошо себя чувствуете, или во время интенсивной нагрузки, когда тело сконцентрировано на чем-то другом, то есть тогда да, голодание уместно, когда вот, ну не хочу, а если я хочу, но специально себя сдерживаю, потому что есть источник мудрости, где заповедано голодать там в такое-то время, ну тем самым вы можете себе навредить больше, чем принести пользу. Вообще, что касается еды, что касается всего остального, чем больше мы пытаемся себя загнать в рамки, не слушать те вот эти иногда легкие, тончайшие импульсы, которые приходят из тела, тем больше мы получаем проблем. То есть, как это, мы хотим спать, но упорно сидим там до двух ночи, что-то читаем, там скроллим и так далее. Мы хотим есть, но терпим на совещании, зато потом, когда не хотим есть, едим заранее, потому что потом же не будет возможности, заставляем детей есть. Вот это создает больше проблем, чем следование естественным ритмам. Дальше. Ядрышки фруктовых косточек семейные... Ага, ага. А, это про этот самый урбеч, как его там урбеч, да-да-да. Тягучая маслянистая ароматная паста под названием урбеч. Все, да, спасибо, я понял, отлично, отлично, да. Я преданиславлю, может быть, добавлю натуральный преданиславный сироп, цветочный мёд и так далее, да-да. Вот. Тренер заставляет сидеть на белке в основном, а не вредно для почек, например. Вы знаете, тренера, тренера фитнес центра, это не самые образованные люди, это люди, которые имеют свои задачи, часто коммерческие задачи, это люди, которые часто сами яркие представители вот этой проблемы РПП, когда они зациклены на контроле питания и на том, какие формы у тела, когда это поставлено в голову всей жизни. И то же самое они транслируют своим как это, подопечным, тренирующимся. Поэтому, да, все вот эти, тренер сказал сидеть на белке, а вот это есть, а вот это не есть, и вообще те булки есть не надо, и сладкого давайте девочке поменьше, потому что впереди лето, и пора уже попу подтянуть. Это вот как раз то самое, что провоцирует РПП. Я бы не слушал тренера в этом плане. И более того, если тренер слишком активный, вмешивается, особенно когда вы не просите, особенно когда вы не просите, лезет, пытается навязать вам какие-то свои результаты, что ты уже должна была, а ты плохо занимаешься, ну-ка, ты, наверное, много ешь, что там у тебя и так далее. Есть вариант послать на далекий берег собирать пустые ракушки и оставаться там. То есть, может быть, то есть, может быть, вредно и для тела, и для вашей психики. То есть, это может провоцировать РПП. У меня, кстати, среди клиентов есть те, которые рассказывают, что, знаете, так было все нормально. Ну, там как-то нормальное тело, нормальный индекс массы тела, отношение к нему. Пошла в зал и началось этот тренер вот так. Этот тренер мне об этом говорит, начала смущаться, начала придерживаться диеты какой-то, не получилось, раз-два сорвалась, начала разочаровываться в себе. Вот оно идет от этого. Нечего их слушать. Добрый день, что думаете о сахарозаменителе, сахарозаменителе, да? Ну, если это, скажем, опять же, те же сухофрукты, финики, например, вместо обычного сахара, конечно, это более полезно, да, тут же мед, например, ну, в той же дозе. Не так, что, ага, ела ложку сахара, но сахар вроде бы вредный, а Гудков сказал, что мед полезный и теперь стала есть по полбаночки меда каждый день, конечно, это перебор. Вот. То есть, такие сахарозаменители, да, вполне возможно. Если это какой-то искусственный продукт, типа, там, как они, ксилин, еще что-то, что вот для диабетиков есть, химическое соединение, которое связывается с рецепторами на сладкое, дает вроде бы ощущение вкуса, там всегда есть какие-то вопросы. Я бы специально их не использовал. Только для того, чтобы исключить сладкое. Потому что я уже говорил, да, сладкое нужно. Хорошо. Так, про сухофрукты. Будем рассасывать сухофрукты. Да, да, да. Да, хорошо. Пост соблюдать не всем подходит. Ну, вы знаете, я не религиозен, поэтому я к этому отношусь очень скептично, ко всем этим постам. потому что то, что я вижу, то, что я вижу, даже люди, которые говорят, что они соблюдают пост из-за религиозных соображений, это совсем не то, что имеется в виду. если вы, ну, как это, относитесь к христианам, да, у них основной, как его, талмуд какой, это Библия, что там написано, как там сказал Христос, оскверняет не то, что входит в уста, а то, что исходит из уст. То есть, пост прежде всего это вот, да, это некое очищение или строгость в мыслях, в побуждениях, в том, как вы говорите, как вы общаетесь с кем-то. Вот это, это направление, не знаю, своих желаний куда-то в ту или иную сторону. А люди сейчас свернули это к тому, что вот, если ты в эти 40 дней или сколько там ешь рыбу, то все, хана тебе, попадешь в ад, да, и вот люди мучаются. Там есть куча исключений, кому, что допустим, как там путник, ратник, кормящая беременная, маленький ребенок, выздоравливающий, могут не соблюдать пост. Да, есть куча исключений из этого. Но не все служители церкви, религиозных культов понимают, как мне кажется, они даже не понимают, что значит пост. Многие из них и говорят об этом, вот ты там старайся, держись, да не в еде дело. Еда это уже вторичный символ, потому что, если вы, условно говоря, злословите, завидуете, за спиной о ком-то говорите плохо, то, что вы в эти дни не ели мясо, яйца и икры, не имеют никакого значения. Вот, да? Хорошо. Тренера советуют пить 2-2,5 литра в день минимум. Мне очень сложно столько жидкости потреблять. Полезно ли это для здоровья? Знаете, для здоровья все, что через силу, вот когда не лезет, а я в себя пихаю, или хочу, но изо всех сил сдерживаю себя вот так, не буду, не могу, для здоровья это более вредно, чем все остальное. Поэтому, если ну совсем никак не хотите, ну ладно, не заставляйте себя. Потому что, условно, если вы пили литр жидкости в день, и тут вдруг вы переходите на 2,5, конечно, вы столько не привыкли, вы столько не можете сразу. Ну и не надо. Сделайте маленький шажок, добавьте там 50 мл в течение этой недели, в следующей неделе добавьте еще 50 мл. Потому что, вот эти резкие переходы, ты должна 2,5 мл в день и все, умри, но выпей. Конечно, это глупость. Зачем мучиться? Потому что, вы и помучитесь какое-то время, потом плюнете на все, но еще у вас останется. Ага, я же эту рекомендацию не выполняю, такую замечательную, все плохо. Делайте маленькие шаги. И еще надо посмотреть, я немножко, кажется, вас, вас помню, вы, как бы это сказать, не особенно высокий, не особенно массивный человек. Может быть, вам и не надо 2,5 литра в сутки. Может быть, вам хватит 2, да, а может быть, еще меньше. То есть, надо сверять со своими ощущениями здесь. хорошо. Так, какие еще вопросы есть? Какие еще вопросы есть? Ну что ж, пока вы думаете, созреваете и пишите вопросы, я скажу, что, я скажу, что, что для тех, кто живет в городе Омск, для тех, кто живет в городе Омск, в апреле, в конце апреля, 25 апреля, фестиваль «Рассвет». Я буду проводить на мероприятии гипнотическую разгрузку, релаксацию в течение часа, и потом еще будут экспресс-консультации для коллег, психологов, психотерапевтов, начинающих 17 апреля школа консультанта. Еще можно присоединиться. И, конечно же, мы планируем фестиваль телесных практик. Это 5-6 июня. Это два дня удовольствия, вот этих поглаживаний, телесных впечатлений, да, поэтому, если вы не боитесь этой темы, то можете еще присоединиться. И, все-таки, наверное, я так думаю, что во второй половине апреля я запущу онлайн-курсы «Я слишком многое думаю о еде». Вот там мы будем прорабатывать психологические аспекты, как убрать вот эти навещивые мысли, как быть с тем, что даже иногда понимаю, что есть эмоциональное какое-то возбуждение, но я это заглушаю едой. Как быть со всеми этими моментами? Будем разбирать и практиковать, но курс будет онлайн. Курс будет онлайн, я его заранее еще объявлю. Поэтому, если актуально вам или кому-то, ну, из ваших знакомых, можете дать на меня ссылку, пусть заранее пишут в лист ожидания, я заранее всех предупрежу. И условия будут очень-очень доступными. Я думаю, что это будет большой марафон вначале, и потом уже курс в течение трех или четырех недель. Вот. Такие мероприятия. Ну и, конечно, если нужна помощь, телесочка, да-да-да, она самая, да. Мы уже сколько, раз семь или восемь этот фестиваль проводили. Это прямо, знаете, Ольга Крылова, мастер наших фестивалей, как-то сказала, говорит, два дня фестиваля заменяют, ну, минимум неделю отпуска. Ну, примерно так, да. Вот. И если кому-то из ваших близких и родных знакомых нужна помощь психотерапевтическая, особенно если РПП, невротические проблемы, навязчивости, то с этим ко мне можно. Я есть везде, во всех соцсетях, кроме ТикТока. Вот. Так что контакты есть, меня можно найти.